здравствуйте ребята очень рада вас всех видеть всем 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 здравствуйте очень удобное время для математики 1130 вы уже успели проснуться но еще не успели устать как я надеюсь а сегодня у нас очень много планов на урок потому что я вам должна дать очень важную информацию поэтому все внимание на экран мы с вами начинаем так мы продолжаем тему свойства действий над числами но скажу вам сразу ребята вы должны готовиться к контрольной работе завтра у нас по плану контрольная работа входящая контрольная работа по повторению то есть по тем темам которым мы с вами занимаемся с 1 сентября базовые темы 6 класса сегодня мы с вами повторим решение задач именно базовых для 6 класса будем развивать вариативное логическое мышление чем мы занимаемся всегда ну и практиковаться в основном счете по поводу домашнего задания домашнее задание вы получите с я класса она будет доступна с часу 30 до 10 в а и в классе а б класс должен успеть сделать до 6 30 обратите пожалуйста внимание ну и конечно раз мы готовимся с вами контрольной работе вы должны все повторить для того чтобы сдать и написать контрольную работу хорошо по поводу контрольной работы я вам все объясню завтра когда она к вам придет вот сколько времени будет дано на контрольную работу ваша задача быть готовыми все повторить да большое спасибо из первому что там вот я сразу вижу урок заканчивается и он про сразу выкладывает в группу своего класса домашнее задание так оценочный лист за 15 сентября две оценки это исак жанова дарина и дальки даниил по поводу ваших ответов вот мы на прошлом уроке заканчивали решать пример да да султан ответил единица и наверно что в 10 человек 10 учеников повторили вот просто скопировали этот ответ единица он был неправильный да вот нужно там сам быть я неправильно ответил но дар султан то сам отвечает за свою ошибку а все вся параллель практически скопировала его ответ и первый ответ который я увидела правильно был ударе ну а дальше потом пошла до него поэтому я прошу вас еще раз ребят наша задача получать новые знания а не копировать неправильные ответы или правильные ответы решайте сами я вас очень прошу так а теперь задание на сообразительность то есть на 5 вы можете мне присылать ответы в отца можете сюда но я зачту только первые ответы и так все готовы какие числа в квадрате равны 25 слушаю вас так вижу дима ответил но я не согласна с анжары мир марсель 55 ники не перебор ли вот я увидела первый правильный ответ я сразу высвечиваю ответ на мониторе ребят два числа дадут нам в квадрате 25 да это 5 про пятерку вы все вспомнили а вот про минус 5 забыли да минус 5 и 5 в квадрате нам дадут 25 и второй вопрос он будет более объемным значит вы читаете и пишите мне варианты ответов это вариативный вопрос то есть там несколько правильных вариантов и так произведение трех чисел отрицательное число какими могут быть знаки значит мы берем три числа но произведение результат отрицательный я хочу чтобы вы не все варианты ответов прислали все вот я вижу муртутан два прислал варианта ответа эвелина один вариант но их гораздо больше поверьте мне подумайте жду до эвелина и гораздо больше это не один правильный ответ там несколько правильных ответов то есть варианты это вариативная задача сколько какие могут быть числа вот вижу что уже уже больше трех вариантов дарин один вариант мало жду еще 30 секунд вот айжа мало вижу четыре варианта прислали да ну давайте смотреть давайте проверять и вы все свои ответы помните вот правильный но один из вариантов ответа то есть естественно знаки могут располагаться в другом порядке но их 4 давайте разберем три отрицательных числа в ответе дадут отрицательный результат до при произведении два положительных одно отрицательное видите вот здесь уже дальше идет игра со знаками да первое положительное второе отрицательное третье положительное минус пойдет в ответ ну и по аналогии получим второй и третий ответы то есть идет просто чисто механический перебор знаков это вариативная задача которая имела несколько вариантов решения а теперь готовьте свои тетради тетради именно для практических работ то есть то что в чем вы делаете домашние классные работы не теория я переключаю камеру и мы с вами начинаем работать так напишите пожалуйста каково как вы видите помните у вас раньше субликовала вот посмотрите может быть как то вот так лучше нормально хорошо спасибо октан перед нами задача но может быть похожую я дам на контрольную то есть мы разберем несколько вариантов задач несколько видов задач это условие за два дня мастер и ученик изготовили 354 детали мастер производит в день в два раза больше деталей сколько деталей изготовлял каждый в день это повторяем вместе со мной отвечаете на мои вопросы если я в задаче вижу предлог в это какой знак математического действия умножить спасибо эмир ну а теперь мы попробуем решить задачу чертежом да предлог в это умножение произведения а предлог на в данном случае не в этой задачи но тем не менее предлог на это сложение или вычитание совершенно верно рисуем отрезок я буду по линейке мы и вас призываю к тому же это будет несколько медленнее но тем не менее это будет гораздо аккуратнее значит мы берем строим отрезок и вспоминаем как мы оформляем условия задачи у меня кто мастер и ученик значит делим отрезок на две неравные части потому что мастер все-таки больше производит детали ну как то вот там например мастер ученик теперь помните мы должны составить математическую модель задачи то есть ввести переменную за x обычно мы какую величину обозначаем ребят что мы принимаем за x как правило меньшую величину спасибо дарина значит кто у нас меньше изготовляет детали в час ученик значит мы пишем что он изготовляет в час x детали что с мастером а мастер изготовил в два раза в один день изготавливать в два раза больше детали значит мастер изготавливать два x детали прошу вас не пишите мне x2 помните мы не шахматисты это они едва а4 x2 а в 2x теперь у нас что произошло что они вместе изготовили 354 детали значит 354 деталь мы пишем сверху так что мы не учли ребят могу я уже составлять уравнение или нет что еще я не учла вот очень важное слово я не учла сколько дней они работали запись ну да мы сейчас запись сделано что я не учла я это не написала еще в краткой записи вот два дня слово 2 вот здесь важно значит они у нас работали сколько дней два дня тогда раз они работали два дня ученик это же x детали делал в один день а за два дня он сколько деталей сделает 2x да совершенно верно мастер он в день делает 2x детали значит за два дня он сделает 2 умноженное на 2x ну давайте мы сразу напишем что это будет 4x хорошо теперь вспоминаем краткую запись то есть как мы записываем краткую запись задач обязательно мы теперь определяем что мы взяли за x пусть x деталей изготовляет в день кто ученик ученик ну в день или за день это первое предложение спасибо дальше мастер 2 количество деталей мастера это 2x деталей это кто у нас изготовляет это изготовляет мастер мастер в день ну а теперь нам нужно написать итоговое предложение задачи с которым мы с вами составлен составим уравнение что мы напишем если кто-то мне предложит запись итогового предложения я буду очень благодарна так давайте подумаем мне уже к чуманов октан уравнение составил да кстати мы два уравнение составим посмотрим как задачи решаются двумя способами а предложение вы должны записать такое а так как за да так как а так как за два дня они вместе изготовили 354 детали то составим и решим уравнение но мы будем сайт от нашего лица то есть от единственного числа составлю и решу уравнение до составлю и решу уравнение ну что ж я уже один вариант уравнения видела еще раз фразу напомню итоговую а так как за два дня изготовлена 354 детали то составлю и решу уравнение что сначала мы посчитаем их совместные детали x плюс 2x но так как они работали два дня мы умножаем на 2 и получаем 354 да это уравнение практически я увидела у многих ну а теперь вспоминаем решение этого уравнения а здесь оставьте место мы второй вариант решения приведем x плюс 2x это у нас сколько будет 3x и умноженное на 2 6x равно 354 и теперь x равен что мы должны сделать 354 разделить на 6 и и когда мы поделим 354 на 6 мы получим так ответы 59 до 59 дальше мы должны вернуться от математической модели к условию задачи то есть мы вспоминаем что же мы принимали за x а за x мы принимали количество деталей который сделал ученик да и пишем значит не забудьте запятую 59 деталей дальше вы пишите сами 59 деталей изготовлял ученик в день да значит 59 деталей изготовлял ученик запись дальше вы продолжили за мной и я пишу первое действие мне не только нужно узнать сколько деталей изготовил ученик да и мне совершенно верно нужно узнать сколько изготовил мастер значит а он изготовил в два раза больше деталей 59 я умножаю на 2 и получаю что 18 деталей вы ставите тире и делаете пояснение да что 118 деталей в день изготовлял мастер потом бы мы написали ответ и в ответ мы бы дали только две цифры 59 . запятая и 118 теперь это первый вариант решения задачи но так как мы всегда за вариативность мышления из вариативность решения я бы предложила вам другой вариант решения может быть кто-то сам не может написать другой вариант уравнения то есть условия все мы оставляем тем же самым но я хотел бы посмотреть еще можно было ли составить какое-то уравнение другое уравнение отличный ответ от того уравнение который мы с вами сейчас составили у кого-то был другой вариант разделить на 2 нет я не согласна или мне кажется нет вот прям напишите уравнение даю вам время минуту может быть если нет то будем вместе так вижу санжар а она санжар делил на 354 делил на 2 только я не понимаю почему чтобы с одним днем да в принципе неплохо неплохая идея неплохая санжар неплохая идея я согласна можно так а еще значит когда и третий вариант есть решение вот я посмотрела два варианта первый предложенные вместе совместные вторую вот я видела вы предложить кстати неплохая идея может быть да довольно быстрее можно было решить еще один третий вариант жду ваших ответов какой третий вариант можно было предложить для решения задач мы практически его озвучивали озвучили когда писали условия но вот написали уравнением и другое а вот из условия прям сразу можно когда мы с чертежом работали мы могли сразу составить так ну что раз ответов я не вижу или еще дать время вот 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 барсбек барсбек нет а такой вариант уже был подожди только вернее такого варианта не было ты ошибся составлением уравнения давайте посмотрим можно было сделать таким образом мы же работаем и мы брали с вами один день мастера один день ученика складывали и умножали на 2 а можно было поступить иначе сразу узнать так вот алдаяр вот увидел алдаяра спасибо правильный ответ я увидела мы могли взять все детали ученика сразу за два дня это же было бы два x детали согласны а мастер мы даже написали что мастер сделал 4x детали и вместе они выполнили 354 детали я не понимаю почему кто-то из вас 354 вот в этом варианте делил на 2 это мне непонятно мы получили бы дать сразу это же уравнение 6x равно 354 это второй вариант решение и третий вариант который вы мне предложили вот я видел санджара он что сделал он сложил 2x и x это количество деталей произведенных за один день но раз за один день тогда 354 нам пришлось бы делить на 2 вот три варианта и все они верные для решения заданной задачи не забудьте записать ответ а мы с вами идем дальше и следующая задача которую мы с вами будем решать тоже про мастер ученика она в принципе аналогично похоже на нашу первую задачу но звучит таким образом мастер производит в час на 17 деталей ведь уже существенная разница в а здесь на на 17 деталей больше ученика мастер работал 4 часа ученик 7 часов и мастер изготовил в три раза больше детали чем ученик сколько деталей они изготовили вместе еще раз прочитаете задачку но мы сейчас будем решать задачу отрезком условия составить через отрезок потом запишем краткую запись и будем решать эти я вам даю время для того чтобы вы смогли проанализировать это условия задачи ну что ж строим отрезок опять мастер и ученик мастер ученик и и как мы уже с вами сказали за их мы принимаем количество деталей меньшее количество деталей кто у нас делал меньше детали конечно ученик значит он изготовляет в час и из деталь что с мастером а мастер производит в час на 17 деталей значит сколько будет мастер деталей в час сделать но естественно x плюс 17 деталей спасибо молодцы дети совместно работаем так дальше что мы читаем мастер работал сколько часов четыре часа значит мы мастеру количество деталей увеличиваем он работал у нас четыре часа так а ученик а ученик у нас работал 7 часов до значит 7 будем умножать на x но я здесь да я сделала явным знак умножения даму в принципе можно было написать 7 и что нам сказали теперь смотрите нам не дали общее количество деталей это ваша любимая задачка и вы складываете получаете общие детали мы должны поставить теперь сравнительную такую стрелку сравнительную и будем сравнивать мастер изготовил в три раза больше чем ученик если хотите можно даже цветом выделить у себя ученик мастер же изготовил больше стрелку туда вот я красную выделю а кто изготовил больше и разница у них идет в три раза и и разница идет в три раза вот посмотрите в принципе у нас практически работа с математической моделью закончена да то есть мы перевез перевели задачу на язык математики вели переменную разобрались перемены и итоговое предложение разница в деталях да вот работа с условием очень важно естественно для решения задач это половину да какая половина 90 процентов успеха решения задачи ну что теперь начинаем описывать эту математическую модель словесно да что мы сделали мы приняли детали которые изготавляют ученик в час за x так и пишем пусть я только начинаю фразу вы ее продолжаете пусть x деталей ну а дальше вы пишите сами изготавляет в один час ученик тогда x плюс 17 деталей ну и дальше вы пишете изготавливает в один час мастер дальше вот тоже идет вариативность оформления условия задачи можно написать одной фразой вот послушайте меня так как за четыре часа мастер сделал в три раза больше детали чем ученик за семь часов то составлю и решу уравнение а можно разбить это предложение на более мелкие значит четыре часа работал мастер мы пишем 4 умноженное на x плюс 17 это детали мастер изготовил за четыре часа до посмотрите я пропускаю слова в предложении вы должны писать их полностью но 4 умноженное на из плюс 17 это детали изготовленный мастера за четыре часа что с учеником ученик работал же 7 часов значит 7 x деталей серый изготовил ученик за 7 часов еще раз ребята вы пишете все полностью полное оформление задачи идет потому что у нас же 7 класс мы не сокращаем и полностью оформляем задачу вы за мной успеваете ответьте пожалуйста вы успев все спасибо и теперь итоговое предложение у нас я за разбила задачу на более мелкие я пишу а так как так как общепринятое сокращение а так как что у нас там что у нас там мастер изготовил в 3 раза больше деталей чем ученик то составлю и решу уравнение а так как мастер изготовил три раза детали больше чем ученик то составлю решу равном составляете уравнение значит ну так как времени осталось мало 4 умноженное на плюс 17 так вижу равно 7 x умноженное на 3 но можно сразу написать 21 x ребят 21 x и так будет проще я думаю так будет проще дальше что мы должны сделать раскрыть скобки до знак больше конечно